Тема нашей первой встречи это обобщение событий января-июня 2013 года, той политической практики, которая безусловно войдет в историю нашей борьбы в качестве одной из самых ярких страниц. Мы также обсудим и стратегию действий на ближайшую перспективу. Нет нужных говорить о том, что эта стратегия в значительной степени определяется задачей подготовки к парламентским выборам. В декабре 2012 года мы провели пленум ЦК, который постановил, как тогда казалось, нереализуемую задачу распад альянса за европейскую интеграцию. Но вот уже с первых дней января наш декабрьский прогноз стал вступать в силу. Обвинение коммунистами всего правления в коррупции как основание для отставки правительства было поддержано Демпартией, жаждавшей мести за потерю двух важнейших постов. Так был отправлен в отставку Владимир Шилат и коммунисты наносят третий удар. Ситуативное и кратковременное совпадение интересов с ЛДПМ позволило ПКРМ сделать невозможное. Отправить в отставку лупу, вернуть прежнюю избирательную систему, вернуть владельцам советских паспортов право на волеизъявление и еще раз поднять избирательный порог до 6%. Во-первых, с января по июнь месяц произошла тотальная и масштабная дискредитация всех правящих партий. Их рейтинг, их авторитет в обществе провалился до исторического минимума. Другими словами, на политическом кладбище за несколько месяцев оказались все без исключения лидеры Альянса. Плохотнюк, Филат, Лупу и Гимпу. И это обстоятельство уже изменить невозможно. Они не воскреснут. Во-вторых, партия коммунистов отбила одну из самых опасных угроз, когда-либо возникавших за последние десятилетия. Если бы кодекс о выборах остался в том же виде, до которого его довели ЛДПМ и Демпартия, то можно было бы не сомневаться, что власть в Молдове навсегда осталась в руках олигархов. И все-таки главной победой ПКРМ на законодательном поприще стало триумфальное возвращение нашей партийной символики серпа и молота. А ведь вспомним, всего лишь год назад даже некоторые наши товарищи считали такой исход делом маловероятным. Они предлагали чуть ли не смириться с этой потерей, проявить благоразумие, трезвый расчет, не злить власть и подыскать себе иные символы. Но случилось иначе. В-третьих, за последние шесть месяцев рейтинг нашей партии буквально взмыл ввысь. Даже работающие на власть социологические службы вынуждены признать, что сегодня рейтинг ПКРМ даже выше, чем в триумфальном 2001 году. Говоря военным языком, главным итогом нашего зимневесеннего наступления стал переход стратегической инициативы к партии коммунистов. И вопрос состоит в том, как это преимущество не растерять, как им воспользоваться. А потому необходимо коснуться вопросов о том, как и почему ПКРМ не смогла добиться досрочных выборов. Как возникла новая коалиция, каковы ее истинные цели нахождения во власть. В первую очередь бросается в глаза, что в отличие от предыдущего издания Альянса, вновь сформированная власть является уже демонстративно несамостоятельной. Если правительство Филата балансировало между интересами внутримолдавского воровского алгоритма и директивами из ЕС, Бухареста и Вашингтона, то правительство Лянка все решения принимает только и исключительно под диктовку коллективного Запада. Уже нет никаких сомнений в том, что перед правительством Лянка стоит одна единственная задача. Задача скорейшей дискредитации молдавской независимости и территориального раздела Молдовы. Якобы во имя достижения благородной цели, в погоне за либерализованным визовым режимом между Молдовой и ЕС, правительство Лянка начинает вводить пограничный и таможенный контроль на Днестре, фактически провоцировать Террасполь на ответные меры. Ведь если Молдова устанавливает пограничный и таможенный режим с Террасполем, то это означает ни много ни мало, что она признает преднестровскую независимость. Требование Евросоюза звучит коротко и ясно. Граница на востоке должна быть закрыта и эта граница должна пройти по Днестру. Подобные действия Евросоюза, осуществляемые беспринципными наемниками из молдавского правительства, являются частью серьезного плана, нацеленного в первую очередь против Украины и России. Молдова в данном случае избрана в качестве чрезвычайно удобного плацдарма для реализации этого плана. Действительно, представьте себе ситуацию, в которой Молдова распадается. Распадается на части. Сначала выстраивается граница по Днестру, потом создается атмосфера для международного признания в Приднестровье. Ну а дальше больше. Запад забывает про молдавскую историю успеха. Молдову объявляют страной банкротом, не способной ни к демократическому управлению, ни к обеспечению образования для своих граждан, не способной преодолеть коррупцию и территориальный конфликт. В этих условиях очень быстро будет сформирована идея преодоления новых проблем безопасности в этом регионе путем включения молдавской части Бессарабии в Румынию. И это сделают посредством какого-нибудь сфальсифицированного плебисцита. И вот так и возникает новая ситуация, новый клубок проблем, нацеленных уже против России и Украины. Принцип нерушимости границ преодолен. Теперь он может победоносто шествовать по постсоветскому пространству. Румыния теперь не просто сграничит с Украиной по новой разделительной линии, а откровенно претендует на Буковиную и южную часть Бессарабии. Запад теперь легко шантажирует Украину угрозой территориального раскола этой страны, а Приднестровье превращается в головную боль России. Вот такой сценарий. Во имя беспрепятственного исполнения этого плана и создана администрация Лянка. Во имя решения этой стратегической задачи не допустить восстановления экономического и политического единства постсоветского пространства, расшатывается геополитическая трещина на Днестре. Именно поэтому мы сегодня говорим, что правительство Лянка – это в первую очередь правительство открытой государственной измены. Это правительство ликвидации молдавской государственности и окончательной дискредитации идеи молдавского суверенитета и независимости. Это то правительство, которому нельзя дать ни единой возможности до конца исполнить свой преступный мандат. Так или иначе, но именно сейчас как раз и наступает время для полномасштабного развертывания всей нашей политической армии. Во имя чего? Ответ на этот вопрос отнюдь лежит на поверхности. Партия коммунистов уже завершает разработку комплексной программы модернизации страны, программы, в исполнении которой будут заинтересованы самые широкие слои нашего общества. Мы со всей ответственностью говорим, что в условиях Молдовы эта болезнь смертельна для нашего политического и социального организма. И мы должны расправиться с ней полностью, очистив нашу демократическую систему от метастаз, взращенных олигархами и сановниками от государственного управления. Воры будут сидеть в тюрьме. Это наше, если хотите, самое главное предвыборное обещание. Против чего? Сегодня ответ звучит просто. Против государственной измены, раздела страны по Днестру, против ликвидации молдавской независимости, против гражданского порабощения. А это значит, что мы не должны даже допускать мысли о том, что действующее правительство может дожить до даты очередных выборов. Правительство Лянка должно пасть уже этой осенью, не позже. Мы больше не угрожаем режиму бархатной революции. Мы приступаем к ее реализации. Осень – это наше время, и народ Молдовы наконец соберет свой главный политический урожай. Правительство должно уйти. Демократические выборы должны решить судьбу нашей многострадальной Родины.